Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как алкоголь. Химическое соединение, жидкость чаще всего, которое приводит человека в состояние опьянения, называется алкоголем. И большое разнообразие алкогольных напитков, которые сегодня есть в мире, оно обуславливает спрос, который имеется на эту продукцию. Опьяненное состояние человека, оно нарушает его нормальную жизнь, как духовную, так и физическую. И прежде всего, алкоголь приводит к тому, что нарушается человеческая ориентация. Затем происходит потеря реального мира, ощущение реальности. Третье, нарушается двигательная функция человека. Четвертое, человек приходит либо в возбужденное состояние, когда проявляются и доминируют такие состояния, как агрессия, злоба, либо он приходит в состояние сникшей такой системы функционирования органа, когда ему хочется прилечь, заснуть. И возникают бредовые идеи, возникает даже паранойя. И в особых таких тяжелых состояниях алкогольного опьянения происходит отравление мозга, печени, почек. И это может привести даже к смерти. И Библия, она предупреждает каждого человека об алкоголе следующими, я приведу, несколькими стихами. Итак, притча Соломона, это 23 глава, 20 стихом, и там стоит следующее. «Не будь среди упивающихся вину». То есть просто даже находиться среди людей, которые заняты алкоголью, да, это не стоит делать. Второй стих, это Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стихом, и там стоит следующее. «Чтобы сердца ваши не смягчались объедением и пьянством». Итак, влияние алкоголя на сердце человека, оно известно. И Бог предупреждает человека, чтобы сердце человека не страдало от пьянства и объедения. И, наконец, третий стих, который я хотел бы тоже привести нам в напоминание, это апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава, 19 стихом, он пишет и перечисляет там определенные греховные состояния человека, и одно из них – это пьянство, и он говорит, поступающее так, царствие Божие не наследует. Итак, люди пьющие, они царство Божие не наследуют, и более того, люди, которые пытаются с алкоголью в руках произносить молитвы, они не будут услышаны Богом. И почему? Потому что Дух Святой не может войти в оскверненное тело, а тело человека является храмом Божьим. И поэтому Дух Святой, он не входит в человека, который оскверняет себя алкогольными напитками. Причины алкоголизма, они разные, и мы знаем о том, что есть традиции народов, есть традиции семейные, есть определенные страхи у людей, есть гордость, есть обман, есть, наконец, атеизм. И все это приводит к тому, что люди все ближе и ближе, все раньше и раньше знакомятся в своей жизни с алкоголью, и затем происходит обман, затем происходят страдания, разрушение как духовного, так и физического здоровья человека, семьи и общества. Оно страдает от алкоголизма. Не может общество выполнять своих как духовных, так и материальных задач. В каждой стране есть разная статистика, которая говорит о том, сколько людей страдает алкоголизмом в той или иной стране. Я изучал вопросы, допустим, алкоголизма в Германии, и могу сказать, что по разным статистическим данным, от 6 до 10 миллионов из 81 миллиона населения Германии страдает алкоголизмом. И пив там в большей степени тихо. Это чаще всего бывает от полутора до двух литров пива каждый вечер. Иначе пьют другие люди, которые пьют, скажем, пол-литра или литр вина, а некоторые пьют пол-литра водки каждый вечер. Это уже алкоголизм. И в России точных данных тоже нет. Они разнятся от 2 до 4 миллионов людей. Из 139 миллионов населения России страдают алкоголизмом. А от отравления в год умирает до полумиллиона людей некачественными алкогольными напитками или чрезмерным их употреблением. Сколько людей совершают насилие, находясь в алкогольном опьянении? Сколько людей совершают преступления? Эта цифра, она тоже неизвестна, но в источниках Министерства внутренних дел допускают, что каждое второе, третье преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому многие люди, они связаны с алкоголем по причине их депрессивного состояния. И они ищут выхода в этом направлении, но, к сожалению, это очередная форма обмана. Алкоголь, как и лекарства антидепрессанты, как и наркотики, они на короткое время смягчают духовное страдание человека, вводя его в состояние этого опьянения. Но затем, все то, что приводило человека к его депрессии, это проблемы в семье, это безработица, низкая оплата труда, невидение духовной жизни людей, да, это все опять после прохождения этого опьяненного состояния стоит стеной перед глазами, перед сердцем, перед душою человека. И поэтому алкоголь – это большое заблуждение, это обман врага, это порабощение. И люди, которые страдают от этого алкогольного, зависимости от болезни от этой, они с трудом получают и редко, когда освобождение, если нету на то милости и воли Божьей, и они не обращаются к Богу за исцелением, за освобождением. Просуждайте на тему алкоголь, и я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.